Сейчас очень много критики в адрес судей, признался судья Таймир Дена, выступая перед сенаторами. Судья не может выходить за рамки иска. Решение основывается на том, что представили стороны, поэтому часто решение воспринимается как несправедливое. У судей связаны руки. Судья должен быть свободным, заключил выступающий. И еще, по его словам, когда судья уходит в совещательную комнату, у людей появляются домыслы, поэтому в будущем этого не будет. Действительно, ведь судье в совещательную комнату может позвонить Акимобласти и сказать Баке, решим дело полюбовно. По Гражданско-процессуальному кодексу при единоличном рассмотрении дела в судах первой инстанции судья обязан удалиться в совещательную комнату. Когда судья уходит туда, с кем он совещается, с кем консультируется, почему он уходит, такие вопросы возникают на практике. Как следствие, это приводит к недоверию. Мы думаем, что совещательная комната – это пережиток прошлого. К примеру, в Соединенных Штатах судья не может позволить себе купить автомашину дорогой марки. По одной причине, к нему сразу явится федеральный налоговый агент, поскольку декларируемые доходы судей не могут позволить сделать столь дорогое приобретение. Посмотрите, на чем ездят наши судьи, удивляются адвокаты. И еще, как признаются экс-суди, не секрет, что любой судья зависит от председателя своего суда, поэтому вынужден страховать себя по вертикали. В антикоре говорят, что коррупция не только материальное вознаграждение. Кто-то хочет угодить начальству, чтобы остаться при должности, получить повышение. Это ведь тоже разновидность взятки, только доказать ее трудно. Живой пример. Судьи из Шимкента и СКО поехали в командировку в Туркестан. Так, находясь в служебной командировке в городе Туркестан, при полном обеспечении государством, они получили материальные блага от своих коллег с области. Судьи Верховного суда обедали и ужинали в вип-кабинках престижного ресторана города Туркестан за счет встречающих областных судей, а также получали от них подарки в виде книг. Более того, пользуясь своим вышестоящим положением, они пользовались автотранспортом встречающих лиц для своих личных целей. Нужно отметить, что обвинение судей в получении взяток, конечно, случай исключительный, но это не значит, что казахстанские судьи не подкупны, уверены критики системы. Просто дела о коррупции в высшем судебном органе очень редко доходят до публичного процесса. Самый свежий пример. Судью из Алматы посадили за взятку 850 тысяч тенге. Судья Наурсбайского районного суда, так, приговором районного суда Медеусского района города Алматы к четырем годам лишения свободы осужден судья Наурсбайского районного суда города Алматы Батырханов. Он подозревался в получении от Коныртаевой взятки в сумме 850 тысяч тенге за положительное решение гражданского дела по изъятию земельного участка с жилым домом, расположенном в городе Алматы. Реформа судебной системы, заявленная в стране, не сделает ее эффективнее, пока вершители правосудия зависят от своих шефов, а судебная власть от других ветвей госвласти, уверены политологи. А ведь от этого зависят судьбы конкретных людей.